Добро пожаловать на фестиваль Манны с пастором, евангелистом и учителем Перри Стоуном. Наслаждайтесь уникальным взглядом на пророческие и практические истины. Пора приступить к трапезе свежей Манны, поэтому приготовьтесь получить благословение и вдохновение. А вот и ведущий программы — учитель Перри Стоун. Мы находимся в Тель-Мегиде. Я снял здесь более 30 программ за все годы существования фестиваля Манны. Сейчас с нами новая группа туристов, новая программа, новая тема. Это новая программа, потому что я в новенькой рубашке. Люди смеются, когда я это говорю. Но вы были бы шокированы, если бы узнали, сколько людей пишут нам о том, что они запоминают мои рубашки. И когда видят их во второй раз, то думают, что это повтор. Мне приходится надевать их дважды, иначе так у меня закончатся все рубашки. Вы же не хотите, чтобы я проповедовал вам в майке. Поэтому будьте готовы увидеть эту рубашку еще раз. Ну что ж, давайте перейдем к теме. Мне кажется, что она должна помочь многим людям. Что делать, когда вы провинились или когда вас уличили в грехе? Эта тема кажется скучной, а вот и нет. Мы сегодня займемся серьезным разбором слова. И вот что Павел писал в церкви в Галатах. Братья, если кто-то уличен во грехе, то вы, будучи людьми духовными, помогите этому человеку, но делайте это скротостью. Смотрите, чтобы и вам не поддаться искушению. Перед тем, как мы перейдем к изучению фразы «Уличен в грехе», я хочу поделиться с вами информацией, которую я узнал за 42 года служения. Я кое-что заметил, и хочу, чтобы вы уделили мне свое внимание. Мой отец был пастором, сколько я себя помню. Он служил в Вирджинии, потом мы переехали во Флориду и в Северную Каролину. И я замечал, что кое-что происходило с людьми в церкви. В 18 лет я начал свое служение и тоже начал кое-что замечать. Когда служитель впадал в грех, у других служителей были две реакции. Одна группа осуждала этого человека, называла его и поступок глупым. Но была и другая группа, которая сочувствовала и сострадала ему. Им было жаль не его, а того, что враг смог добраться до него. Им было жаль семью и церковь, и они хотели помочь этому человеку выяснить, в чем проблема, и выйти из нее. Именно этому учил церковь Павел. А еще я заметил в церкви две группы людей. Одни говорили, «Ее дочь забеременела». Слава Богу, с моей дочерью такого никогда не случится. И с их дочерью случалось то же самое. Я заметил, когда они осуждали кого-то, чей ребенок был алкоголиком или наркоманом, они не смогли нормально воспитать своего ребенка. Обычно так они говорили. Затем с их детьми или внуками случалось так же. Когда кто-то критиковал каких-то людей за то, что их ребенок оказался в тюрьме, я видел, что с их детьми происходило то же. Смысл в том, что как судите вы, так и вас будут судить. Я буду очень осторожен. Я понимаю, что прошло много времени, и многие не понимают, о ком я говорю, но найдутся те, что поймут. Много лет назад один служитель, который был мне близким другом, оказался в ситуации, о которой узнал весь мир. Мне было его очень жаль, потому что я хорошо знал, что сам он был хорошим человеком и старался служить Господу. Другой служитель выступил по телевизору и сказал, что мой друг — это рак для тела Христа, и его нужно вырезать. Я лично слышал это, и когда я услышал это, то сказал жене, «Видишь этого человека? У него есть всемирное служение, но он его потеряет». Пэм сказала, «Как ты можешь так говорить? Как судил он, так будут судить его». Помните? Человек, которого он осудил, был уже прощен. Он покаялся в этом еще лет пять назад, но в новостях только узнали об этом и стали раскручивать «Я знаю Библию». Он начал поднимать то, за что человек уже был прощен. Он пытался выудить информацию из забвения и поплатился за это. Через два года тот человек впал в тот же грех, что и мой друг. Я хочу заявить всем вам. Единственный, кого я ненавижу, — это дьявол. Я не ненавижу геев или лесбиянок. Я не ненавижу наркоманов, представителей других религий. Если бы не Божья благодать и воспитание в хорошей семье, никто не знает, где бы вы были сегодня. Я ведь помню, как несколько лет назад мне нужно было сделать определенную работу, и мы вызвали для нее определенных специалистов. И один из них вел определенный образ жизни. Я сказал жене, «Поскольку я знаю, что говорит Библия, я не уверен, что хочу, чтобы он работал на нас». И Господь ответил мне, «А если бы твой сын выбрал такой образ жизни, и у него появилась возможность сделать работу для какого-то служения, то как ты бы хотел, чтобы служение отнеслось к нему?» Если бы в такой ситуации оказался мой сын, то я бы надеялся, что служители полюбят его и, возможно, принесут ему Слово Божие, чтобы изменить его ситуацию. И Господь сказал, «Вот как я хочу, чтобы ты относился к этим людям». Мы скоро перейдем к теме, но мне нужно заложить это основание. Это очень важно. Очень часто люди судят других по определенному суждению. Например, мне очень просто сострадать человеку в депрессии, потому что из-за аутизма мне пришлось сражаться с депрессией первые три года моего служения. Это была ужасная депрессия. Но потом я женился на прекрасной девушке Пэм, и она избавила меня от депрессии. Я говорю серьезно. Когда у меня появилась жена, депрессия закончилась. Когда ей было 19 лет, это была удивительная девушка. Прошу вас, покажите, пожалуйста, фото Пэм, когда она была в этом возрасте. Чтобы люди поняли, почему я не мог устоять перед этой женщиной, когда я увидел ее, то подумал. Я должен ее заполучить. Без нее я отсюда не уеду. Когда я вижу кого-то в депрессии, я не говорю, что с тобой не так. Тебе нужно пребывать в слове, если бы ты был в слове. Потому что я был там. Дважды в жизни я переживал дух самоубийства, поэтому когда кто-то говорит мне, что чувствует безнадегу, я его понимаю. А с другой стороны, я никогда не испытывал искушения выпить алкоголь. Я никогда не пил и не буду, но у меня никогда и не было этого искушения. Когда ко мне подходит человек, говорит, что он алкоголик, я испытываю к нему сострадание, потому что хочу, чтобы он был свободен. Но не могу сказать, что я его понимаю. Также наркотики никогда не были для меня искушением. Я всегда боялся, что могу умереть от них. Поэтому я никогда не принимал их и не буду этого делать. У нас есть служения, которые занимаются зависимыми людьми. Мой сын прошел через зависимость, поэтому у меня есть сострадание. Но мне сложно понять этих людей. Когда враг затягивает людей в грех, то людям, которые проходили подобное, очень просто сострадать. Но гордые, религиозные и самоправедные люди, которые считают себя самыми святыми. О, у меня уже много лет не было никаких проблем. Слава Богу. Вот у таких людей нет сострадания. Иногда они больше всех осуждают тех людей. Но давайте еще раз посмотрим на этот стих, в котором говорится. Если кто-то улечен во грехе. Рассмотрим слово «улечен». Греческое слово, которое стоит в оригинале, означает «захватывать заранее» или «заранее разработать план». Буквально оно означает «съесть, пока другие не добрались». Любопытно. Не так ли, друзья? Оно буквально означает «схватить со стола и съесть, пока этого не сделали другие». То есть здесь подразумевается неожиданность. А вы подходите к столу, а там уже все съели. Так что же происходит? То есть вас застали врасплох. А вот что значит слово «улечен». Один из греческих авторов писал об этом слове, и я хочу процитировать его вам. Послушайте эту цитату. Это слово используется в соревновании носорога со слоном. Внезапно он вбивается в живот слона, не давая слону воспользоваться хоботом, чтобы остановить его. Это слово использовалось в Древней Греции для описания судна, которое носили волны, а потом внезапно разбили оскалы. Павел говорил о том, когда у верующего завязаны глаза, и он вдруг оказывается в ситуации, в которой он внезапно и неожиданно впадает во что-то иное. Попробую это объяснить. Есть ли разница между тем, чтобы внезапно впасть во что-то, и сделать это преднамеренно, продумать заранее. Это значит, в воскресенье мы соберемся с друзьями, и, скорее всего, они займутся тем-то и тем-то. И при этом вы понимаете, что вам не стоит этого делать, потому что это неправильно. Но вы уже это запланировали. Но Павел говорит совсем не об этом. Павел говорит о человеке, который попадает во внезапную ситуацию, и вдруг наступает сражение, или он подавлен, а затем «О, Боже мой, так что же я натворил?» Я помню историю одной девушки. Это было много лет тому назад. Она была самой горящей христианкой, которую я когда-либо знал. Она решила взять 40-дневный пост. Это очень необычная история, и я хочу, чтобы вы ее услышали. В конце 40-дневного поста она познакомилась с юношей, вступила с ним в отношения и забеременела. Она работала в одном офисе. Когда я пришел туда, она сказала мне, «Вы знаете меня много лет. Как такое могло случиться?» Как я, имея такие близкие отношения с Богом, взяла 40-дневный пост, и вдруг в конце поста, когда я должна была бы торжествовать и быть еще ближе к Богу, я познакомилась с этим парнем, увлеклась, и сейчас я жду ребенка. Как это объяснить? На примере Иисуса? Нет, вы, похоже, меня не услышали. На примере самого Иисуса. Иисус отправился в пустыню, постился 40 дней, а в конце поста к нему пришел Искуситель. «Вы знаете, это была похоть, похоть плоти, похоть очей, и, конечно, это была гордость житейская». Я сказал ей, идея о посте была очень хорошей, но ты не понимала, что после 40 дней твое тело и душа были слабыми. В Библии сказано, что после искушения Иисус вернулся в Галилею в силе. Не просто в силе, а в силе Святого Духа. Он не сразу получил силу Духа для служения. Сразу после поста он столкнулся с дьяволом. Она посмотрела на меня и сказала, «Жаль, что я не поговорила с вами до окончания этого поста». Я ожидала, что появится только сила и слава Божия. Именно об этом писал Павел в том стихе. Я прочту вам еще раз. «Братья, если кто-то улечен во грехе, то вы, будучи людьми духовными, помогите этому человеку, но делайте это с кротостью. Смотрите, чтобы и вам не поддаться искушению. Павел пишет о том, о чем писал Иоанн в стихе, где говорится, «Дети мои, я пишу вам это, чтобы вы не согрешали». Но если кто из вас и согрешит, в английской версии кажется, что он сам себе противоречит. Не согрешайте, то есть согрешите. Минуточку. Фридж Эрингтон, великий ученый, который преподавал греческий язык в нашей библейской школе. Он также преподает и в университете. Так вот, он пришел к выводу, что Иоанн писал, «Дети мои, пишу вам, чтобы вы не практиковали грех». Но если вы согрешили, тот он ссылается на послание к Галатам. То есть, если грех захватил вас врасплох, то есть Иоанн проводит разницу между образом жизни и внезапным проступком. Давайте проведем опрос. Я приглашу сюда Чарли. Пожалуйста, выйди сюда. Кивни, если мне можно это сделать. Давайте посмотрим на этих ребят. «Они так смотрят, будто бы я священник, которому они пришли на исповедь». Вы заметили выражение на их лицах, что они означают? Ладно, кто из вас верующий? Хорошо. Если вы партнер Перри Стоуна, то вы либо уже спасены, либо примете спасение в этой поездке. Я хочу провести опрос. Мы не будем вдаваться в подробности, потому что все это уже прощено. Скажите, кто из вас в прошлом вел греховный образ жизни? Вы делали все, что хотели, и вас это вообще не волновало. Вот какие у меня классные партнеры. Они все любили погулять. А кто из вас после того, как вы пришли к Господу, снова сталкивался со старой привычкой или искушением и падал, хотя очень сильно любил Господа. Это было ненадолго. Вы внезапно упали, а потом сразу же вернулись на ноги. Поднимите руку, если с вами такое бывало. Итак, пожалуйста, видите, именно об этом говорил Павел. Иоанн говорил верующим. Я не хочу, чтобы вы практиковали такой образ жизни, потому что вы свободны от него, и семя Слова Божьего теперь в вас. Кто из вас помнит, что до спасения вы почти не умели себя контролировать? Если вам хотелось что-то сделать, вы это делали. Но когда вы спаслись, семя Слова Божьего проникло в вас. Сила Божия через крещение вы Святой Дух сошла на вас, и ваши желания начали меняться. Верно? Некоторые люди считают, что христианство это религия или бремя, из-за которого нужно многое оставить. Но послушайте, Бог никогда не просит никого оставить то, что человеку полезно. Надеюсь, вы меня услышали. Услышали, да? Бог никогда не просит вас оставить то, что вам полезно. Он просит вас оставить лишь то, что вредно для вас на эмоциональном, духовном и целесном уровне, и позже может разрушиться вашу жизнь. Кто-то спросил меня, брат Перри, от чего вы отказались ради служения Господу? Я отказался только от одной вещи. От какой? От жизни в аду. Вы меня понимаете? Я отказался быть потерянным, когда вступил в завет с Господом. Я хочу донести до вас, что, согласно Библии, в жизни верующего бывают моменты, когда его может захватить проблема, грех или еще что-то. Когда человек в церкви снова возвращается к алкоголю, наркотикам, порнографии, этот список очень длинный, то нам нужно быть осторожными и не говорить, «Я знал, что так оно и будет». Некоторые люди просто слабые. Библия говорит, что сильные люди в церкви. Ну, я не знаю, к кому я сейчас обращаюсь, но тем не менее, сильные люди в церкви должны пойти к такому человеку и попытаться помочь ему восстановить отношения с Богом, а также с церковью. Буду с вами честен. Кстати, у меня целых три страницы этих записей, но я еще ничего из них не прочел, а осталось всего три минуты. Раньше, когда я был в церкви и видел людей, которые принимали Господа на собрание, иногда я видел спасение двухсот, трехсот человек, и я верю, что все эти люди остались в церкви. Но, возвращаясь через год, я спрашивал, «А где Майк? Где Билл? Где Сью?» Они отступили. «А вы что сделали?» И вот что ответил мне один человек. «Мы считаем, что если бы они были спасены по-настоящему, то продолжили бы ходить в церковь, как это сделал я». Это то же самое, что сказать младенцу, «Так, ты родился. Вот если проголодаешься, вот тебе бутылочка, накорми себя сам, а еще поменяй себе памперс, потому что я не буду этого делать, я просто отказываюсь от этого». Такой ребенок умрет за пару дней, если вы не будете его кормить и не будете ему помогать. А мы берем этих младенцев во Христе и думаем, что если они пришли к Господу, то это уже все. Мы не общаемся с ними, не приглашаем их на обед. Я вырос в полной евангельской церкви, которая вообще не умела, да, вы меня правильно услышали, не умела поддерживать связь с теми, кто принял спасение. Они думали, если они спаслись, то сами вернутся в церковь. Меня так расстраивало, когда в церкви осталось сто человек, а через неделю их было только сорок, шестьдесят ушли, но никто им так и не позвонил и не узнал, что с ними случилось. Нельзя оставлять младенцев во Христе без присмотра, потому что волки сожрут их. Когда люди отступают и падают. Я не говорю, что нужно идти и всем подряд рассказывать, что с вами случилось, но вы должны подходить к таким людям и говорить. Я вас понимаю. Я сам был в подобной ситуации. У меня есть дети, которые когда-то принимали наркотики. Джессика, девушка из нашей молодежной группы, много лет, она принимала наркотики. Я говорил ей, если я увижу тебя в баре, то подойду и скажу, а что эта принцесса делает здесь с жабами, уходи отсюда скорее. И она знала, что я это сделаю. Я попросил ее связываться со мною, когда она чувствовала, что враг снова атакует ее. Окружите таких людей заботой. Если они споткнутся, будьте рядом, чтобы подхватить их, а если они споткнутся еще раз, подхватите еще раз. Продолжайте подхватывать их, пока они не будут твердо стоять на ногах и на основании Слова Божьего. Если вам кажется, что церковь разочаровала и подвела вас, знайте, что Господь всегда рядом. Вернитесь к Нему. Когда грех внезапно захватил вас, Бог желает вернуть вас к себе, и вы увидите, что следовать за Ним прекрасно. Ну, ладно. Я прошел лишь половину своего конспекта, второй и третьей части не будет, но я надеюсь, что эта тема благословила вас. Напоминаю, что наша программа выходит в эфир благодаря вашей поддержке. Оставайтесь с нами до конца. В конце программы вы узнаете нечто очень важное. Серия «Ефесиным в глубину. Стратегия воина» уже доступна. Сегодня на фоне множества духовных конфликтов и сражений в это послание есть особая нужда. При записи этой серии был использован макет римского города и множество реплик вооружения римского воина. 12 часов учения разделены на 23 получасовых урока на 7 DVD-дисках. Все верно, 7 DVD-дисков. В этой потрясающей серии вы узнаете, как воссесть на небесах, как ходить с верой и как выстоять в день злой. Четыре урока посвящены тому, как сражаться с четырьмя типами сатанинских духов, с которыми вы встречаетесь в своей жизни. Также вы узнаете, как написанное Слово Божие становится оружием под названием Меч Духа. Вы узнаете, как обновлять и восстанавливать свой щит веры, и даже увидите разные типы щитов, которыми пользовались в Римской империи. Два урока научат вас, как уберечь свои ноги от тайных ловушек, расставленных сатаной. Четыре урока расскажут о битвах, которые пройдут в последние времена и стратегии поведения в разных ситуациях. Вы сможете применять это учение, чтобы одолеть врага в каждой сфере вашей жизни. Каждый предмет, всеоружие Павла будет представлен и подробно изучен. Но самое главное, я покажу вам, как использовать это защитное вооружение в вашей повседневной жизни. Эти семь дисков, 12 часов учения, 23 отдельных урока, доступны ограниченное время. Хочу выслать вам это учение Ефесиным в глубину за пожертвования в 95 или более долларов. Отправьте запрос по телефону на нашем веб-сайте, адрес которого указан на экране, или по почте, указав номер предложения EPH 132. Подпитайте свой дух. Я уверен, что эта информация точно преобразит вашу ситуацию, да благословит вас Бог. По моему мнению, серия о духовном всеоружии против умственных, целесных или духовных атак, которым подвергаются люди, это самая важная серия за всю историю фестиваля МАННО. Семь DVD с иллюстрированными посланиями. Мы потратили на сооружение макета и вооружение десятки тысяч долларов, чтобы показать послание к Ефесиным о всеоружии верующим. Пожалуйста, воспользуйтесь этим предложением, пока оно доступно. Вы узнаете очень много. Это учение изменит вашу жизнь. Мы очень рады возможности представиться вам это учение в программе фестиваль МАННО. Теперь анонс. Мы едем в Фловуд, штат Миссисипи, с 22 февраля. Вся свежая информация о расписании наших поездок есть на нашем веб-сайте. Также в конце марта состоится наш грандиозный фестиваль воинов. Тысячи людей уже зарегистрировались. Вам тоже стоит поторопиться, чтобы точно стать частью этого мощного помазания, которое Бог будет изливать на молодое поколение. Говоря о молодом поколении, хочу упомянуть вот о чем. Во второй главе Иоиля сказано, что Бог изольет от Духа Своего на всякую плоть, сыны и дочери будут пророчествовать. Когда мы говорим об этом, люди понимают значение этого слова по-разному. Одни говорят, что это значит проповедовать Евангелие или провозглашать послание. Другие указывают на то, что есть дар, который дает нам возможность принимать слова мудрости и слова знания, которые дают нам необходимую в нашей ситуации информацию. Третьи указывают, что есть учения, связанные с последним временем, возвращением Господа, признаками времени, явлениями природы. Я считаю, что это комбинация всех трех мнений. Поднимается поколение, которое будет смело провозглашать Слово Божие по всему миру. Бог восстановит в этом поколении дары Духа. Не потому, что они были потеряны или забыты, но потому, что ими пренебрегали. И третье, есть группа молодых людей, и это больше всего меня восхищает, которая любит учения о пророчестве. Именно по этой причине каждый год в апреле мы проводим международный саммит, где участвуют Джонатан Канн, Билл Клауд, я, Джоэл Ричардсон, Марк Билдс. Почему мы это делаем? Потому что люди хотят знать, что будет дальше на основании Библии. Я люблю учения и проповеди, как и многие из вас. И больше всего меня интригует то, что я вижу молодых людей, детей, подростков и молодые пары, которые интересуются тем, чему учит нас Библия о будущем. Самое главное и прекрасное, Библия действительно расскажет вам о событиях, которые должны произойти, будь то глобальные события, национальные, духовные, события в церкви, события на Среднем Востоке и по всему миру. Стоит отметить, что одна треть Ветхого Завета еще не исполнилась. 318 отрывков Нового Завета говорят о том, что Иисус собирается вернуться. Внезапно внутри вас, в вашем духе, возникнет искра жизни, а Богу не нужно очень многого, чтобы превратить одну искру в огонь. и пожаринь. Абсолютно. Абсолютно. Да, но… абсолютно. Продолжение следует...